Обзор аудиокниги Остромов или ученик-чародея. Автор Дмитрий Быков. Постер. Из-за белесой пелены со старой черно-белой фотографией на зрителя смотрит два молодых человека. Воздух колеблется перед их лицами как будто от жара невидимого огня, искажая текст названия книги Остромов или ученик-чародея. Вверху постера еще одна надпись, как и предыдущая черными буквами, Дмитрий Быков. Обзор. Краткое содержание книги. Среди всех книг Дмитрия Быкова Остромов или ученик-чародея занимает особое место. Это завершение трилогии. Оправдание, орфография, две предыдущие книги. Остромов, третья, заключительная. В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова легло полузабытое ныне дело ленинградских масонов 25-26 годов прошлого века. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя, стало лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах, переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетеля. И размышлений о том, не предстоит ли нам пережить нечто подобное. Когда-то давным-давно уважаемые авторы Илья Ильф и Евгений Петров оставили своего героя, великого комбинатора на произвол судьбы. Перед этим, правда, начистили ему физиономию с помощью румынских пограничников, обогрели, обобрали, отняли мечту, да и вернули в суровую, унылую действительность, где по праздникам дождь, дождь и по будням дождь. Чтобы мечтал не о знойном Рио-де-Жанейро, а как положено, чтоб не посадили. Неизвестно, за что его так, чем прогневал авторов. Но вот участь его после неудачного бегства из унылости к мечте, незавидная. Жить в таких условиях невыносимо, но что делать? Вот в этих реалиях гениальный плут Остап, в романе Быкова его зовут Борис Остромов, выступает в роли мага, учителя, который может научить летать, жить вне границ, за пределами материального. Дмитрий Быков невероятно милосерден и человеколюбив. Вернее, Быков любит плутов. Поэтому, наверное, его герой Остромов получился великолепно. На его плечи не давит атмосферный столб. Он подчиняет себе пространство и время, путешествует по тонким мирам. Ну как путешествует? Врет, конечно. Но людям надо во что-то верить. И они охотно верят в любую идею. Даже в самую бредовую, легко допускают, что мир зависит от двух половинок флейты, просто потому, что все остальное обмануло и больше ничто ни от чего не зависит. И вот на этой благодатной почве появляется великий комбинатор, якобы масон, якобы мастер, сверхчеловек. Здесь Быков к Ильфу и Петрову добавляют немного Булгакова. А как же без Булгакова? Чертовщина, мистика, они уже однажды гениально срабатывали, сработали и сейчас. О книге Прототипом главного героя Остромова стал выходец из обедневшей дворянской семьи, актер, юрист и масон Борис Остромов. В 1905 году он уезжает в Италию, где поступает на юридический факультет Туринского университета. Здесь Остромов становится учеником знаменитого криминалиста масона Ламброза. Через несколько лет состоялось его посвящение в братство Ложи Авзония. По возвращении на родину, уже после революции, Остромов вступает в орден мартинистов. В 1921 году из-за трений между братьями по ложе он вынужден был уйти из ордена. В том же году Остромов учредил собственную масонскую ложу, три северные звезды. Членами ее вскоре стали многие видные деятели молодой Советской Республики. Однако 30 января 1926 года Остромов и еще два десятка братьев были арестованы Ленинградским АГПУ. 11 февраля, находясь в доме предварительного заключения, Остромов пишет Сталину письмо, где предлагает совместную деятельность коммунистов и масонов. Советская власть, пишет он в частности, уже взяла масонские символы, пятиконечную звезду, молот и серп. Суть сделки, которую Остромов предложил Сталину, заключалась в том, чтобы в обмен на негласную легализацию в стране масонских лож братья взяли бы на себя обязательство содействовать перемагничиванию русской интеллигенции на сторону советской власти, так как стремления коммунизма совпадают в общих чертах со стремлениями русского масонства. Остромов развивает мысль об использовании красного масонства не только как объединение коммунистически мыслящих интеллигентов, но и как форму и маскировку, которую мог бы принять Коминтерн. Остромов видел себя советником-консультантом при Сталине. Жизнь, однако, распорядилась иначе. Постановлением особого совещания при АГПО от 18 июня 1926 года Остромов признан виновным в том, что являлся руководителем масонских лож в Москве и Ленинграде, которые действовали в направлении оказания помощи международной буржуазии в свержении советской власти и приговорен к заключению в концлагерь сроком на пять лет, позже срок заменен тремя годами. В декабре 1926 года он был амнистирован и выслан в Сибирь. После отбытия наказания местом пребывания Остромова стал город Гудауты в Абхазии, где он работал заведующим лабораторией местного табачного завода. 10 июля 1940 года Остромов вновь был арестован сотрудниками НКВД, дальнейшая его судьба неизвестна. Критика Рецензия КЭС для портала Лабиринт. Остромов, ты меня очаровал и разочаровал одновременно. Странно, вроде два таких однокоренных слова, но я совершенно не могу назвать антонимами. Очаровал, такое высокое аристократичное словцо, а разочаровал вкупе с ним навевает сцена с пиршеством интеллигентов, где нежный юноша спрашивает, а сморкаться в скатерть можно? Если бы это был бы не Быков, а кто-то другой, то юноша бы спросил это деловито, но нет. После книги, перемежаемой восторгом от слов и зевотой от монотонности, полезло серфить интернет, читать про масонов и, собственно, о прототипе главного героя, Остромове. Мне вот любопытно, у настоящего этого товарища тоже было постоянное сценическое любование. Отопыривал ли он мизинчик при виде бывших аристократов? Умел ли менять тембр голоса при помощи подручных материалов? Книга окунает в эти мои любимые двадцатые в Петербурге. Все эти меблированные комнатушки, фивки, дефицитные конфеты, пьяная вишня и стремительность в переменах человеческого значения. Я не знаю, чего мне тут не хватило, но знаю, чего было чересчур. Объем, вяло размазанный по странице. Слишком много лиц, которые появлялись в книгах на полминуты, сверкали, говорили какие-то хорошие образные слова, а потом исчезали, словно их заживал черновик. Спасибо за прогулки с закрытыми глазами по Петербургу и сон слов. Но слишком все это жидко. Из рецензии Александра Гребенкина для портала LifeLip. Замечательный роман Дмитрия Быкова. При первом прочтении он мне даже как-то не показался, но оставил приятные воспоминания. Вот недавно я вернулся к нему вновь. Сейчас осознаю его глубину, многоплановость, значительность, как весомого среза жизни 20-х годов прошлого века, о которых пишут не так уж много. Изобилие героев немного напрягает, но, со временем, к этому привыкаешь. В эту многолюдность ныряешь, как в море, выискивая жемчужины, ради которых и существует великая литература. Радуешься, что традиции Алексея Толстого, Леонида Леонова, Ильфа и Петрова не исчезли.